Вот видите, сегодня, какая у нас с вами тема «Отцы и дети». Я долго возмущался, потому что это как-то несовременно. Надо было назвать иначе. Матери и дети, правда же? А что такое «отцы и дети»? С какой стати? Это вообще безобразие. Я боюсь, что дойдёт до Организации Объединённых Наций, и там будут такие очень сильные протесты, и, может быть, санкции даже против нашей с вами конференции. Ну, хорошо. Мне бы хотелось на что обратить внимание. Эта тема сама по себе является лишь маленькой частичкой куда более важной темы, куда более значительной темы, которая имеет действительно фундаментальное значение для каждого, мне кажется, человека. Для каждого. А это «Отцы и дети» – это маленький фрагментик, даже, я бы сказал, следствие некое, и больше ничего. А самая основная эта тема коренится в другом вопросе. Дело-то вот в чём. Что примем ли мы библейский взгляд? Ну, давайте примем. Ну, какая разница? Потому что если мы не будем принимать библейского взгляда, то мы с вами окажемся в какой ситуации? Мы не знаем, когда появилось человечество. И кто были первыми людьми? То есть мрак и тьма. Поскольку мы этого не знаем, то давайте возьмём за начало хотя бы то, о чём говорит Библия. Она говорит о очень простых вещах, что первые люди были Адам и Ева. О! Тут уже определённость есть. Итак, если мы примем это за начало человечества, то, знаете, с чем мы сталкиваемся? Начиная с них и начиная с их детей, уже говорить дальше и нечего, и не приходится, мы наблюдаем одно и то же явление, один и тот же факт, который можно назвать, хотите, трагическим, хотите, реальностью человеческой жизни. Какой? Каждый человек, представляете, до настоящего, причём, времени, вот что поразительно. Каждый человек с одной стороны испытывает жажду наслаждений. Кто не хочет, поднимите руки. Власти, славы, чтобы хвалили, хвалили. Я, например, по себе это очень замечаю. Я хочу и повкуснее поесть, и чтобы меня хвалили, и чтобы никто не ругал. Я надеюсь, никто меня за это не будет осуждать. Правда же? С одной стороны, это и жажда власти, и наслаждения, и богатства, денег присутствует? Да. Хорошо это или нет? Ну, почему? Это приятно. Но он с другой стороны шепчет, уже не знаю, справа или слева, шепчет нечто другое. Говорит, как прекрасно смотреть на человека или познакомиться с человеком. Каким? Пусть он не богатый, но он честный. Пусть он не в славе, но посмотрите, какая красота от его души. На него можно положиться. Он никогда не подведет. Его слово твердо. Это человек совести. И во мне тоже совесть живет. И когда мне очень хочется много денег, а это же самое главное в жизни, вы не слыхали этого? Я даже, я однажды видел по телеэкрану алчность. Боже мой, какая красота! Какой ужас! Вот это поэт и выразил. Какой-то поэт, не знаю когда, но, наверное, когда-нибудь давно, а может, недавно. Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Вот, оказывается, что живет в каждом человеке. В каждом. И у Адама, и у Евы, и у их сыновей. Причем, к чему приводит это разделение, которое присутствует в душе каждого человека-то? Мы видим. К чему это приводит? Кажется, это в душе одного человека. Одного нет всех. Результат? Вся история человечества заполнена кровью. Вы слышите? Кровью. Почему? По очень простой причине. Неужели трудно догадаться? Только слепой может этого не видеть. Почему? А потому, что у него больше, а у меня меньше. Так я его прибью. И это будет моим. Он дурак, а я умный. Я обману. Хочешь жить? Умей вертеться. Вот почему. Посмотрите все завоевания. Откуда? Господство над всем миром. Бедные люди. Господство. И потом его хоронят с этим господством. Посмотрите все эти империи великие, которые созидались в древности. И дальше. И Александр Македонский, и Наполеоны. Чем кончались? И Гитлер, и Сталин. И что происходило? Серьезнейший конфликт, оказывается, который существует, существует в человеке, он является не личностным просто, не личностной проблемой. А он касается, оказывается, всего человечества и каждого человека в отдельности. Вот где конфликт. Я почему об этом так говорю? А потому, что, знаете, устраивают конфликт поколений. Ай-яй-яй. Причем это, знаете, все это как-то даже разжигается, муссируется все. Конфликт поколений. Да, конфликт поколений тоже имеет место. Да это одно из следствий. Какое поколение? А между народами что, конфликт? Это поколение или нет? А брат брата убивает. Каин, когда убил Авеля. Это что, конфликт поколений? Не надо этого делать. Понимаете, закладывается психологическая бомба в саму эту фразу «конфликт поколений». Ух, как умелые люди разжигают какие вещи! Нет, не конфликт поколений, а конфликт души, в душе человеческой. Это то, о чем говорил Достоевский. И все это знают, эту крылатую фразу. Дьявол с Богом борется. А поле битвы. Совсем не политические все эти страсти. Совсем не социальные конфликты. Нет, нет. Поле битвы сердца людей. Отсюда все исходит. Сердце человеческое. Ум, кстати, он обрабатывает. Ум управляет. А сердце все движет. Отсюда исходят все конфликты. От его состояния, состояния, то есть души человеческой, оказывается, зависит жизнь и каждого человека, и каждого общества, и каждого государства. Мы касаемся принципиальнейшей проблемы. Вы обратите внимание, что всю историю, особенно последние, если взять века, особенно наше время, все внимание обращено на что? Найти такой социальный строй, который бы дал свободу, равенство, братство. Помните лозунг, так называемый, «великой»? Во, придумали, «великой»! Это гадкой французской революции. Вот как надо назвать, а не «великой». Сколько крови пролито, и при этом невинной. И это «великое». Сами те, кто творили, кто проливали кровь, они себя и назвали «великими». «Великой». Посмотрите, что творится. Поиск такого государства, где действительно будет торжествовать, «свобода», «равенство», «братство». Помните, по-французски, может, «либерте», «эголите», «фратерните». Такой лозунг. Видите, красота-то как. Правда же звучит? Огромными буквами. Все, молодежь. А-а-а! И показали все, что такое свобода на гильотине. А когда у нас в 17-м году, не то же ли самое раз и было? Не то же ли самое было? Не то же ли самый обман? И так всю историю, по крайней мере, последнее время, потому что о предыдущем я хочу говорить, все ищут что? Обратите внимание. Как бы устроить общество, устроить, найти бы какие-то оптимальные формы, при которых вдруг все обрели бы счастье. Даже не хотят думать о том, а что это такое счастье? Мне рассказывал один священник, который был атеистом в начале 20-го века, который был заражен этими идеями этого построения счастья на земле. За счет чего? За счет того, что все получат все материальные блага, ко всем источникам культуры и произведений, ко всему получат счастье. И говорят, и вдруг, однажды, утром, получаем газету. Он не один был таким, охвачен. Получаем газету, сообщение, экстренные. Такое-то имя рек, как говорят. Миллионер, молодой, успешный, блеск, все, все, что надо. Покончил жизнь самоубийством. Мы были потрясены. Вот мы сейчас даже не представляем. Они-то, они-то как были воодушевлены, что нужно только избавить людей от рабского труда. Построить только равноправное общество. И все будет благо, все. И вдруг человек, обладающий всеми благами, которые только доступны человеку, кончает жизнь самоубийством. В чём же смысл? Откуда же это? Где же счастье? Вот она, борьба, идёт двух начал в каждом человеке. В чём учтите, какая идёт эта борьба? Ведь это культивирование. С одной стороны, если мы обратимся к одному, к одному направлению. Культивируют страсти. Вы слышите? Культивируют. Посмотрите, что? Развлечения. Вот сейчас что? Главное. Развлечения. Зайдите в больницы. Местные. Вы ужаснётесь. Боже мой, что там творится? Ну что, об этом не будем говорить. Мы будем спортсменам платить десятки миллионов евро. А бедный врач десять тысяч получит рублей. Но зато достраствует демократия. Как это? Что такое? Развлечение. Какое огромное место уделяется эта вся информация о чём? О развлечении. Не думайте ни о чём худом. Пока вы здоровы, вы можете развлекаться. А будете больным? Не буду дальше говорить. Не обращаем внимания. Всё развлечение. Весь акцент делается на что? На разжигание страстей. Каких? Посмотрите, вот такие курорты. Посмотрите, какие яхты. Посмотрите, какие места замечательные. Какие путешествия. Правда, для этого нужны деньги какие. Мечтайте о них. Попытайтесь их заработать. Но если не можете честно заработать, ну, немножко можно. И разжигаются страсти. Вы слышите? Жажда чего? Вот это вот богатство. Если хотите, славы. Это наслаждение прям разжигается. Почему я об этом говорю? Потому что есть, оказывается, другая мысль, другая идея, другое, если хотите, мировоззрение, которое говорит прямо о противоположном. И что утверждает? Даже представьте себе трудно. Утверждает ни больше, ни меньше. Как следующее. Что любая вот из этих страстей есть ничто иное, как бомба, да не только замедленного, а уже взрывающаяся в человеке. Слово «страсть» значит страдание. Если сейчас ты ещё не страдаешь, хотя уже жаждешь и страдаешь от того, что не имеешь, то обязательно любая страсть коренит. Коренит в корне содержит в себе страдание. Христианство утверждает другое. Человек, до тех пор, пока ты обладаем этими страстями, какими-то ни было, всё, ты висишь, ты находишься под мечом домокла. Помните меч домокла? На тонком волосочке висит над головой бедного домокла, который завидовал, завидовал своему тирану и который посадил его на своё место во время пира. Только над ним висел меч, острый им вниз над головой. И только спрашивает, домокл, ты что озираешься? Почему ты не ешь? Чего ты не пьёшь? Что с тобой, домокл? Что с тобой? Он в ужасе смотрит. Волос натянут до предела. И в какой момент оборвётся, он не знает. Пируй, голубчик! Пируем, друзья! Мы бессмертные, да? Над каждым из нас не висит, оказывается, этот меч домокла, да? Это только о других сообщениях идут. Аминь! То умирают, то катастрофы, то болезни, то прочее. Это другие. Это не ты, не ты, не ты. Не думай о себе! Какой обман! Не думай, человек, о том, что является неминуемой реальностью. Подумай, человек, об этом. Это будет. Я стою в храме, ко мне подходит маленькая девочка, какая-то трёхлетняя, смотрит на меня, задрав головку, а я вас знаю. Я говорю, ты откуда меня знаешь? А вы сказали, что если молодой девушке, 17-летней, показать, какой она будет в 80 лет, с ней плохо станет. Ну, браво! Ну, что называется, девочка. Она сразу обратила внимание на самые главные. Видимо, она слушала лекцию, и уж она усвоила. Усвоила то, что ей положено девочке усвоить. Ну, это естественно же, правда. Не будет же она о каких-то материях других рассуждать. Она всё поняла. Оказывается, вот где конфликт существует. Этот конфликт может проявлять себя, внутренний этот конфликт, этой борьбы, двух начал, которые присутствуют в человеке. Одно начало – безумное, безумное, жажда, желание, желание, чего, чего угодно. Другое дело – умное. Ум говорит, опомнись и пойми. При этом христианство о чём говорит? Что оказывается? Оказывается, оно не отнимает у человека ничего из этой жизни. Ничего. Никаких радостей не отнимает у человека. Но зато освобождает его от этого ужаса, ужаса страстей, которые приводят людей к тяжелейшим трагедиям в их жизни. Вот что происходит внутри человека. Проблемы высшей степени кажутся важные. Она – корень всех других проблем. В частности, и тех проблем, которые бывают и в жизни семьи, бывают между и братьями, и сёстрами, бывают между детьми и родителями. Вы слышите? Это искусственно муссируется, когда между детьми и родителями. Это такая же проблема. Как между детьми, между родными и чужими. Такая же. Искусственно, вы знаете, это нагнетается, эта атмосфера. И вдруг начинают, особенно часто ещё молодые, ещё ничего не понимают, вдруг охвачены этим. Да, вы нам не говорите, родители. Да, я сам, или я сама? Понимаете? Бедненькие, как под внушением, как загипнотизированные, начинают себя уже вести, вызывающие. Как важно рассеять это. Как важно это рассеять. Вот эту первую идею, о чём сегодня мне хочется сказать. Первая идея, когда говорят отцы и дети. Не это проблема, отцы и дети. А проблема совсем другая. И это очень важно показать. Это очень важно, чтобы родители показали подрастающему поколению, чтобы сама молодёжь поняли, что не здесь конфликт. Великолепные отношения могут быть у родителей и детей. И могут быть негоднейшие отношения, и страшные, когда убивает брат брата. Значит, проблема не в этом. Проблема вся коренится в душе человеческой. К сожалению, я вам скажу, на воспитание сердца не обращается никакого внимания. Всё наше, вся образовательная система зарубежную нашли, вся обращена на что? Только на одно. Чего бы натолкать в нашу голову? Какой информации? Причём важен вовсе не человек. Важно, чтобы получился из него какой-то профессионал в узкой самой области. Например, вот ты должен быть профессионалом в тридцать девятой ножке-сороконожке. О, это великолепно! А я в тридцать седьмой. Вот, оказывается, кто нужен. Не человек, конечно. Воспитывают не человека. Уже Ушинский, наш замечательный педагог, который написал педагогическую антропологию, он уже говорил, что воспитание человека касается должно и тела, и ума, и сердца. Не особенно хочется обратить внимание на то, что требуется воспитание сердца. Что такое воспитание сердца? Воспитать человека, правильно относиться, анализировать и правильно относиться ко всем своим желаниям. Ой, как это важно! Не дай Бог, когда уже с детства ребёнок становится рабом своих желаний, когда всё, что он хочет, надо обязательно ему дать. Всё, что он хочет, должен уже получить. Если этого нет, представьте себе, представьте себе, когда этого нет, что возникает? Есть взрыв! Взрыв! Недаром всюду, во всех народах, как воспитывали. Наверное, вы знаете, знаете такой термин, как инициация? Например, у индейцев, например, там, когда мальчика, когда ему было там лет 12-13, уже отбирали просто, буквально отбирали, и на год, на два, на три, так, он забирался в общество мужчин, где его уже воспитывали, но как? Совсем не под маменьким крылом, а он переносил и боли, и, если хотите, ну, пытки элементарные, и страхи, и голод, и одиночество, и испытывался в боях даже, и так далее. Воспитывался человек в суровых условиях, вы слышите? в суровых, а не лилейных условиях. Это знали, кстати, все народы мира. Все. Чтобы первый период приучить человека, чтобы он мог владеть собой, чтобы он не боялся трудностей. премудрый Соломон писал, кто жалеет разги своей, тот ненавидит сына, а кто любит его, тот с детства наказывает его. Это что такое? Ох, если бы сейчас этот премудрый Соломон попался бы нашим ювенальщикам, засудили бы его и не зная, куда бы отправили, наказывает, разги не жалеет. Ужас какой! Представьте себе! Такой был общий принцип воспитания во всех народах всегда. Понимали, понимали, что это значит. если в этот период не приучить человека бороться своими желаниями, не обратить внимания на воспитание его сердца, всё дальше, когда затвердеет, уже ничего не сделаете. Что требуется для воспитания? Это то, о чём мы сейчас сказали? Да, это необходимо. Возможно ли это сейчас? Я не знаю. Это вы, наверное, лучше знаете. Если у вас нет этой кнопки, которую ребёнок вызовет тут же полиции, то ещё можете воспитывать. Если есть, то не знаю, что с вами будет. Хочется сказать о другом моменте, когда всё-таки возрастает несколько человек, когда он становится способным к пониманию очень многих вещей, то здесь как важно, чтобы ребёнок понял или начал, по крайней мере, понимать, уже подросток, допустим, юноша, девушка, стали понимать, знали ответ, получили ответ на самый простой вопрос. Самый простой вопрос. А интересно, а зачем я живу? Я знаю, зачем я учусь, я знаю, зачем я работаю, я знаю, зачем я иду в магазин. ой, боже мой, комара процеживает, всё знает. А зачем я живу? Комара процеживает, а верблюда проглатывает и не замечает. Помните, как в басне Крылова? Слона-то я и не приметил. Я знаю, зачем все покупают то, другое, третье, а зачем живу? Не знаю, какой кошмар. Вот это да! Самое главное, и он даже не ведает, не знает и ответа даже на это. Вы понимаете, почему такое большое значение всегда предавалось? И дай Бог, чтобы это предавалось и в дальнейшем. воспитание у ребёнка прежде всего мировоззрение. Да-да, это звучит очень громко, скажет, какой там ребёнку, какое мировоззрение? Ничего подобного. Тот, кто вырастает и не понимает, зачем, мы обессмысливаем тогда его жизнь. Что от него проку будет тогда, когда он не знает ответа на самое главное? Никакого не будет проку. Образование, которое мы часто даём и которое должно иметь место в нашем воспитательном процессе, имеет, так сказать, три, что ли, составляющие. Я бы их назвал так, что это прежде всего, конечно, воспитание нравственное. это прежде всего. Затем уже это та сторона, которая касается теоретических его познаний, приносящих ему профессиональный какой-то навык и знания. Ну и затем, конечно, образование имеет практически прикладной характер, это понятно, но корнем и основой воспитания, корнем и основой является именно духовно-нравственное воспитание человека. И вот здесь-то как раз мы и соприкасаемся с очень серьёзными вещами. Очень серьёзными, которые на настоящий момент приобретают всё более тяжёлый характер. По какой причине? Если раньше отдельные явления носили локальный характер, то теперь благодаря научно-техническому прогрессу всё приобретает глобальный характер. Если аномалии в какой-то жизни в нравственной и в общественной где-то проявляли себя, это могло не касаться других. Теперь как зараза может распространиться по всему миру. Поэтому сейчас эти проблемы, эти процессы, проблемы и процессы приобретают особенно серьёзный характер. Они становятся всемировыми. Земля становится очень маленькой планеткой. И много из того, о чём раньше могли даже и не думать, и не предполагать, становится достоянием всего человечества. Какой характер носит, к сожалению, современная культура? Её очень точно назвал один человек. Наркоманическая культура. Наркоманическая от слова наркомания. мы уже об этом уже, кажется, с вами поговорили. И с чем она сопряжена? Опять-таки, её распространение опять-таки сопряжено вот с этими средствами массовой информации. Всё это захватывает, всё это покоряет. Спрашивайте, что делать? Это как всегда. Что делать? Конечно, если мы обратимся, например, к примерам так уж не столь далёкого прошлого, то можем найти интересные, конечно, явления в нашей жизни. Вот мне вспоминается, кстати, вечера у Авдотьи Петровны Елагины. Кстати, Авдотья, а не Евдокия. Вы можете посмотреть, если хотите. Я не ошибаюсь нисколько. Именно Авдотья Петровна и Евлагиной. И Лагина – это мать замечательных наших славянофилов Петра, Ивана и Петра. Что же она делала? Она проводила эти вечера, на которые приглашала людей, кажется, с разными воззрениями. Там у неё на этих вечерах встречались такие люди, как с одной стороны хомяков, ну, ясно человек, какой православнейший человек, славянофил, философ, мыслитель и Чаадаев. Константин Аксаков и Грановский. Юрий Самарин и Герцен. Вы представляете? Это прям два из которых последствия встречались вместе на этих вечерах, обсуждали все вопросы. здесь они были ещё друзьями. Она могла держать. Это вообще замечательная женщина была, которая могла вот удерживать, очень мягкая, умная, и она могла эти все углы, углы могла, знаете, стирать, когда возникали между ними. Потом мы знаем, как разошлись эти люди и образовали два, я бы сказал, ну, конкурирующих и даже противостоящих друг другу лагеря славянофилов и запятников. Так вот, посмотрите, какое интересное явление. Я понимаю, что далеко не все могут это делать, но на самом деле на самом деле можно многое сделать. Когда мы собираемся вместе, как было бы важно собираться не просто так для развлечений ха-ха-хе-хе-хе-анекдоты, а действительно собираться для того, чтобы поговорить и о серьезных вещах, причем поговорить по-дружески, но по существу и, если хотите, принципиально. Какое-то имело огромное значение, кстати, для тех, для той молодежи, которые присутствовали на этих вечерах. И это было каждую неделю, это постоянно, в течение долгого времени. А представьте, какие были это люди. Вот тот же хотя бы Петр Кириевский. Застенчивый был человек, собирал народные песни, а вы знаете, знал семь иностранных языков и множество славянских. Ой, какой необразованный. Его Иван, старший сын, то же самое. Вообще удивительный хомяков, который присутствовал, тот вообще превосходил их обоих вместе взятых. Все люди-то какие воспитывались, какую атмосферу они создавали вокруг себя. это же было подумайте только. Не надо думать, что это они, это тогда. Мы же можем уже в какой-то степени это делать и в нашей среде, если хотите, в нашем обществе, в нашей непосредственной жизни. ним. Вы знаете, есть законы, законы духовной жизни. Мы все говорим о законах физического мира. Мы прославляем ученых, которые открыли эти законы. Законы часто носят их имена. И даже никто не задумывается над тем, что куда более важно над законами духовной жизни, то есть над законами моей внутренней жизни, человеческой жизни. Какая жалость! А вот не зная законов, вы знаете, как опасно, если не знать физических законов? К чему это приведет? Вы что думаете, экологический кризис, который сейчас, он просто так, что ли, возник? Нарушаются же именно законы жизни природы. Нельзя безнаказанно нарушать их. Человек, ты сам себя убиваешь, когда нарушаешь эти законы. Да, когда касается тела, мы понимаем. Оказывается, существуют законы духовной жизни, и знание их в высшей степени важно для кого? Прежде всего, для родителей. Если они не будут их знать, откуда же знать это тогда детям? А жизнь беззаконная, мы можем себе представить, к чему она приведёт. Вот о законах духовной жизни христианство говорит много очень важного и интересного. если мы не обратим внимания на многие из них, их много этих законов, этих закономерностей, которые очень-очень важно знать, помнить, и насколько это может следовать им, то мы будем допускать огромное количество ошибок. Я вот кое-что так взял, специально думаю, познакомлю всё-таки. Это же интересно может быть кому-то, вдруг кому-то интересно будет знать эти вещи. Хотя, конечно, не так интересно. Интересно бы чем-то развлечься бы чем-нибудь, но вдруг, вдруг кому-то интересно. так вот, кое-что я сейчас хочу озвучить. Тщеславие. Ну, говорят, хвостун жалкий. Правда? Правда, ещё бы, конечно. А мы даже не знаем, что следует из него. Оказывается, есть закон очень любопытный. Кто бы хотел из нас, чтобы нас поносили на все корки? Я надеюсь, что никто не хочет. Мы хотим, чтобы нас хвалили. А оказывается, закон вот это тщеславие, которое внутри меня сидит и которое часто выражается во внешних моих формах, в словах и поведениях, так оказывается неминуемо ведёт к поношению меня. один из святых так и сказал, всегда так бывает, что сделай тщеславием, жди бесславия. А правда, было бы здорово, если бы поверить, поверить в это и ребёнку сказать, учти, никогда не делай под тщеславию. Если не хочешь себе бесславия, как было бы важно это. Сколько людей, кстати, погибало, погибало на этой почве. Вот случай, который мне рассказывали. Я переплыву реку, великолепно, действительно, пловец был, переплыву, по спору, по спору, поспорил, переплыву, поплыл и всё, и утонул. Ну, это так, это скажет, ну, мало ли, что не бывает. На самом деле это закон. Нельзя, не надо говорить обязательно, надо воспитывать ребёнка в этом. Ты не хочешь себе бесславия? Не вздумай хвастаться. Старайся, борись с этим. Побеждай это. Побеждай, а не насаждай. Или, или, послушайте, пренебрегающий мелочами мало-помалу попадает в гибельное падение. В Евангелии эта мысль написана иначе. Верный в малом будет поставлен над многим. Неверный в малом ничего не получит. А если что кажется, он и получит, то это будет ему не в пользу, не в счастье, а принесёт ему скорби и страдания. Закон. Вы подумайте только. Только представьте себе, что это закон. Вот мы никак... Не хочется мне представлять. Не хочется мне это понимать, что это закон. А если представить себе, что это действительно закон, то кому ничего не стоит обмануть. Раз, да, и всё. И обманул. А ты, дурак, поверил. Оказывается, кажется, в самых мелких вопросах, когда мы лжём, когда мы лукавим, обманываем, оказывается, эта мелочь ранит человека, ранит, действует на дух его, его дух, искажает его этот дух. и таким образом навлекает на себя всякие гадости. Неверный в малом не получит великого, даже если он, как кажется, хочет этого. Даже, кажется, получая внешне, все смотрят, да, на самом деле он получает это на погибель себе. Кстати, я вам скажу, это очень важный такой момент, и он касается, кстати, нашего материального, я бы сказал, благополучия. Материального благополучия. Неважно, какими путями, лишь бы приобрести его. А вы знаете, что чем более человек привязан, становится привязан вот к этому материальному благополучию, тем более он прирастает к нему, тем страшнее и жутко будет ему разрываться, отрываться от этого. Слышите? Страшные страдания будут для человека, когда по-живому отдирать его. Помните в Евангелии, кто читал притчу о богаче и Лазаре? Умер Лазарь бедный, и ангелы отнесли его на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. А в другом случае, что скажено? у одного всё нива угодилось, всё богатство, он говорит, теперь ешь, пей, веселись, душа моя. И вдруг голос Божий безумный в эту ночь истяжут душу твою из тебя. Вы слышите слово, какое употреблено? Истяжут душу твою. Как важно в данном случае понимать это, доверять этому. Жутко, вы слышите, жутко расставаться человеку, который прилип, который сросся со всем этим, с этой материи, с этим материальным богатством, который сросся истяжут душу твою. и обязательно истяжут. Бессмертных людей нет на земле. Никуда ты не денешься, бедный, опомнись, пока не поздно. Почему приходится об этом говорить? Как важно воспитание ребенка говорить, говорить, говорить об этом? Избави Бог, когда он растет, растет на дрожжах вот этой жажды, жажды богатства. Избави Бог. мы мы обретаем этого ребенка, кажется, любимого ребенка, вы слышите? Я его так люблю, что его приращиваю ко всему этому, и потом его будут отдирать и стяжут душу его. Не правда ли? Как важно это! Но это человек понимает только тогда, когда он помнит, что он смертен. Когда я не хочу об этом думать, то я ребенка своего давай, давай, вот тебе то, другое, добывай это, расти в этом и так далее. И делаю из него кого? Жалкое создание, которое потом подвергнется жестоким мукам отдирания от всего того, что, кажется, он приобрел. Ой, как важно это! Кстати, это важно и по другой причине. Это важно и по причине отношений между родителями и детьми. Представьте себе, какова психология ребенка, когда его воспитывают в тщеславии, в стяжательстве. Вы слышите? В жажде всяких вещей. И когда он это не получает, что тогда? Какие конфликты? А посмотрите, еще одна идея, о которой, ой, как нужно знать нам идея так называемого лидерства. Лидерство. Когда воспитывают уже ребенка своего, в каком ключе? То и прямо говорят. В основном даже ты должен быть лидером. чтобы не быть голословым, я как-то был в Риге года два назад, и оттуда принес, вот, привез следующее очень интересное высказывание руководителя Рижской инспекции по защите прав детей. Послушайте, что он писал. в последнее время резко увеличилось число таких детей, которыми не могут управлять ни родители, ни школа. Кстати, очень симптом сильный. Особенно это касается младшего школьного возраста и учеников пятых-седьмых классов. Есть даже случаи, когда родители в ультимативной форме отказываются отпускать своих детей в школу, пока в классе будет находиться какой-то определенный ученик. И дальше он делает вывод. Мы идем совершенно неправильным путем. Школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями. А если еще и родители стараются сделать так, чтобы их дети любыми способами подчиняли себе сверстников, то результаты получаются совсем невеселыми. Общество, на мой взгляд, погружается в глубокий психологический кризис. Мы так и не поняли, что стимулируя лидеров, делаем остальных детей несчастливыми, несчастными и бездарными. а если мы еще учим быть лидерами эгоистов по натуре, которые уже с рождения не считаются окружающими, то такой ребенок становится опасным для общества. В воспитательных процессах наметился очень серьезный перекос. Замечания очень серьезные для всех тех, кто хоть как-то думает о своих детях, кто думает действительно о соотношении поколений. Лидерство. Ты лучше других. Слышите? Если раньше была идея героя, который что? Чем отличался? Он готов был жизнь свою отдать за других, то теперь воспитываем лидера, который подавляет других и на них строит свое так называемое счастье. Вы слышите, что делаем? Мы нарушаем один из серьезнейших законов духовной жизни, когда развиваем нашим ребенке уже, знаете, гордыню, не только тщеславие, гордыню. И эта гордыня приведет к трагическим последствиям. Две тысячи лет тому назад Христос предупредил и сказал, и восстанут дети на родителей и убьют их. Каких родителей, которые воспитывают вот этих эгоистов? Слышите? Слышите, какие дети восстанут и каких родителей убьют? Те, которые воспитывают ты лучше всех на свете? Ты должен быть лидером. Растят гордыню, безумную гордыню. Это серьезнейший закон духовной жизни. Серьезнейший. Если не знать его, а многие не понимают, как безумные какие. Мой ребенчик, значит, он лучший. Ну, попробуйте, усомнитесь. значит, он лучший. И это внушает ему. Из него делает, знаете, какого-то башка. А для этого башка уже, конечно, все прочие, это кто такое? Рабы. Идея, вот эта идея, идея, которая на духовном языке, на религиозном звучит как воспитание и гордыня является одной из серьезнейших проблем нашего времени. Не обращая внимания на которую, мы, что называется, знаете, себе, себе строим, строим огромную беду. или вот, например, я просто кое-какие закономерности привожу и комментирую их, поскольку это имеет прямое отношение, прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Послушайте такое, например, высказание. Гордый человек, ты мечтаешь так много и так высоко об уме твоем, а он в совершенной и непрерывной зависимости от желудка. Закон поста, будучи по наружности законом для желудка, в сущности есть закон для ума. Ум должен прежде всего подчиниться закону воздержания, только тогда он будет постоянно бодр и светел, только тогда он может властвовать над пожеланиями сердца и тела. Какая удивительная мысль, какая взаимосвязь. Нет, я этого не понимаю. Я говорю, ешь, ешь, не хочу, ешь, я тебе говорю, иначе я тебя не пущу, не пущу на улицу, я не хочу, я тебя сейчас всыплю, не хочу. И, знаете, как рождественского гуся заталкивает ему. Оказывается, что мы делаем? Уж я не говорю, что его тело разрушаем даже. Он у меня ничего не ест. Если его не заставлять, он ничего есть не будет. Ничего есть не будет. Изумительное вообще. Это приходится слышать. Спуши рядом. Это какая-то прям ненормальность какая-то. Попробуйте, вы немножко подержите. Будет бегать за вами и клянчить, дай поесть, мама. Портим его тело, но мало тела. Оказывается, вот такое отношение, отношение к желудку, оно, оказывается, парализует, парализует сам ум человека. Сам ум, если хотите, затуманивается. Мы все знаем, что происходит с умом, когда человек перепьет. Это мы все знаем, правда? Мы великолепно знаем. Или слышали, или видели, или даже имеем свой личный богатый опыт. И мы думаем только это от вина. Ошибаемся, оказывается, ничего подобного. Оказывается, и пища действует. Но если вино действует сразу и сильно, то пища постепенно, постепенно, но тем не менее очень действенно влияет на состояние нашего ума. Он становится каким-то нечистым, простите меня, но именно так. Отсюда проистекает масса, кстати, самых нежелательных последствий. Подумайте, церковь устанавливает пост. Ух! Зачем ты это? Правда? Оказывается, опытом проверено. Опытом, причём богатейшим опытом, что воздержание, воздержание, речь не о том, чтобы ничего не есть, не пить, а просто воздержание, оказывается, имеет огромнейшее, благотворнейшее значение и для тела, и для ума. Один из наших русских святых, Тихон Воронежский, так и говорит, воздержно яшь, ешь, мало пий и здрав будешь и. О! Рецепт! Не правда ли? У нашего отечественного писателя Михаила Антонова есть такое высказывание. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, о потребности в духовном развитии не воспитал, серьезно, каким является? Материально обеспечен, все, ешь, пей, веселишь, и что? Он точно дальше заметил, точно заметил, страшен такой человек. Это не всегда может быть, не знаю, но если он действительно о потребности в духовном развитии не имеет, страшен. И мы это сплошь и рядом наблюдаем в истории. Как важно бы с этой точки зрения посмотреть на историю. Недаром, недаром историю называют учительницей, нашей лучшей учительницей, которая показывает нам, что к чему приводит. Да, человек, у которого нет уже никаких духовных потребностей, а материально обеспечен, что дальше начинается? Обратите внимание, и вы увидите, к чему идет процесс. к чему он ведет? Первое, разрушение моральных, моральных устоев человека. Вы видите, насколько сильно это идет? Чем забита наша телевидение в своей основной массе? Газеты, а рекламы, а журналы? Вы слышите? Чем все забито? Началось с аморализма, с нарушения и разрушения всех принципов, если хотите, моральных. А теперь что мы видим? Ой, какие интересные вещи теперь видим! Уже речь идет даже не о нравственности, то есть это продолжается разрушение нравственности, но во что плавно перетекает аморализм прямо перетекает во что? В демонизацию сознания. Вы посмотрите в детскую литературу. Основная какая там тематика? Вампиры, ужасы, ночь тьмы, кровь, даже детский секс. Идет демонизация идет уже. Не аморальность уже, а демонизация. И действительно, это совершенно естественное следствие нравственного разложения. Не может человек долго быть морально разрушенным. Как еще, вы знаете, писал известный психолог Юнг. Он говорил, что человек не может долго мирить с аморальностью. И человек обязательно начинает искажаться. Сам человек. И это приводит, аморальность, приводит к психическим расстройствам. Человек говорил не из умозрения, а он говорил из опыта своей огромнейшей практики. вы слышите, аморальность приводит к чему? Он говорит о психических расстройствах. Но он не указывает, то есть он дальше указывает, какой начинается тяга ко всякой мистике, ко всякой демонической именно мистике. Именно это влечет, не влечет то, что свято, чисто, целомудренно. Нет, нет, нет. Грязь, темная сила, связь со всякими бесовщиной и так далее. Человек не может просто оскотиниться. Он непрерыв, не обязательно и непременно в нем будет проходить процесс демонизации. И мы это, к сожалению, наблюдаем в очень сильной степени. Вы знаете, сейчас это и на Западе, но думаю, что и у нас это очень возможно. Теперь, поскольку границ нет и к нам это придет очень сильное обращение ко всякому темному мистицизму. Может быть, еще один момент я хочу отметить, еще один закон. Закон. Один очень мудрый человек шестого столетия отметил, кто делает добро ради воздаяния, то есть получить себе добро, тот скоро изменяется. Изменяется что значит? Изменяется, то есть расстраивается его, его нравственное состояние. Он может измениться даже в противоположное, до противоположного. ребенок, сын, дочь, не делайте добро ради воздаяния, делайте добро бескорыстно, и вы получите, вы получите неизмеримо большее благо, чем то, на которое вы сейчас рассчитываете. Правда, интересная мысль? Ой, какая хорошая мысль! К чему я всё это говорю? К чему говорю об этих всех законах? Мы говорим отцы и дети. По-моему, совершенно очевидно, что если мы не будем сами знать этих законов, если мы не будем их раскрывать перед нашими детьми, то значит они, не зная их, так же, как и мы, не зная их, мы будем поступать беззаконно. Ясно? беззаконно. Речь о неюридическом законе, нет-нет, речь о природных, только каких? Духовных законах. И мы знаем, как нарушение физических законов приводит к самым тяжким последствиям жизни человека. То же самое, когда будут нарушены и нами, и детьми законы духовного и нравственного порядка, они приведут только к трагедиям. только к трагедиям. И не надо себя обманывать. Надо изучать эти законы. Надо знать, о чём говорит, я бы сказал, опыт тысячелетий. Опыт тысячелетий. Не просто умозрение. Тщательно изучать, внушать это, открывать нужно это детям. Тогда только при этом условии никаких не будет тех конфликтов, как говорят, конфликт поколений. Не будет их. Тогда родители и дети будут едиными. Между ними тогда будет царствовать не эгоизм, не стремление к наслаждениям, тщеславию и гордыне. А тогда будет атмосфера действительно любви и братства, если хотите. тогда будет то, о чём мы мечтаем. О чём мечтаем? Ясно о чём. Какие должны быть наши дети? Какими они должны быть? Такими, какими мы станем, если мы не будем их исполнять, и дети, естественно, их не исполнят. Если мы не будем их знать, и они не будут. Поэтому, мне кажется, особенно живя здесь, в нашей стране, где всё-таки пока ещё, слава Богу, основной религией, основным мировоззрением является именно православие, как важно здесь познакомиться всё-таки с ним. Да о чём же это говорит такое православие? Ведь не о том же, чтобы как ставить свечку, правда же? Не о том, просто сходить в храм, не о том, чтобы надо креститься или причаститься. И Иуда причастился и остался Иудой. Разве это непонятно, что дело не в этом просто? Это точно может помочь нам, но вовсе не с нами сделать. До тех пор, пока мы не возьмёмся сами за себя, пока не обратимся к этим источникам действительно кладези мудрости и опыта, мы же ничего не сделаем. Обращение именно к православию, к познанию того, о чём оно говорит, чему оно очит, какие законы открывают нашей жизни. Оно именно, это изучение даст нам возможность решить одну из труднейших уже проблем нашей современной жизни. Каких проблем матери и дети. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующие вопросы. Я вижу, что для моих детей самые интересные в жизни телевизоры и компьютерные игры. Как правильно поступить? Запретить это совсем или как-то ограничить? Если запретить, то дети в школе будут смеяться над моими детьми. Да, это постоянный вопрос. К сожалению, мы хватаемся за детей только тогда. Знаете ли? Так, нажали на курок, пуля летит. Ай, что теперь делать с пулей? Как изменить её траекторию? Мы совершены. Это удивительно. До тех пор, пока они не приобретают какой-то уже, так сказать, самостоятельности в поведении. Когда они могут действительно что-то делать сами, до тех пор, до этого времени, мы ничего не делаем. Мы просто растим, одеваем, обуваем, питаем и срываем свои эмоции на них. а вот то, о чём мы говорим, о том, чтобы прям с детства сказать, никакого лидерства. Ты не лучше других. У кого одни способности, у других иные. Отношись с великодушием к своим товарищам, а не с высока. Борись с этим гадким чувством превозношения, тщеславия и прочие вещи. Мы делаем это. Когда ничего не делаем, вдруг потом вырастает, ах, что нам теперь делать? Мы приучаем к хорошей литературе. Масса же есть прекрасных же книг, которые и детям, и подросткам, великолепные же книги есть, которые воспитывают замечательные качества человека. Чего интересного даём? Какая альтернатива? А альтернатива какая? Что предлагаете? Вот я этому Машу спросил. Хорошо, вам не нравится, что это компьютер, игры, хорошо. А что вы предлагаете? Ничего? Ничего нельзя. Природа не терпит пустоты. Помните закон Торричелли? Разве мы не помним это? Что даёте? Ничего. Я не знаю, в данном случае, может быть, что-то. Но в основном, насколько мне известно, ничего. Просто отнять и всё, компьютер. Что это такое? Всё равно, что отнять у человека, у человека что-то вкусное, да он бросится на невкусное, потому что у него голод есть. Что же мы делаем? Поэтому, что уже сейчас делать с ребёнком, я не знаю, но попытку можно, попытку можно какую сделать? Найти хорошую хотя бы литературу. Самим прежде надо её прочитать. Самим рассказать, начать рассказывать. А читал-то вот это, нет. А ты знаешь, интересы как? Не насилием, а увлечением. Увлечь, сказать, книжка такая интересная, что что вы? И начать рассказывать. Не хочешь знать что-то дальше? Почитай «Князь Серебряный». Ты не оторвёшься просто Алексея Константиновича Толстого. Или Кама Гридеша какого-нибудь Синкевича. Что вы? Или Юрий Милославский там Загоскина. Или Аксакова Сергея Тимофеевича «Семейную хронику», например. Или «Детские годы» Багрова внука. Так что вы? Так же невозможно оторваться же просто. Несмотря с кем. Надо же, альтернатива нужна. Нельзя же просто отрывать. А есть какие интересы? Жития тоже самое. Некоторых наших, допустим, русских святых. Но для этого что нужно-то? Знаете, что нужен-то? Ой, родителям самим надо это прочитать. Какой ужас! Мне некогда. Мне некогда. Мне надо найти, знаете, кого-то, кто бы вот сказал, что вы сделали, произнеси такое магическое слово, и всё. И больше он компьютер не прикасается. Ну, хорошо, я произношу магическое слово. Больше он не касается. Что дальше? Дальше почешет затылок. Ну, ладно, пойду с друзьями. Глядишь, там, ему 12 лет. Начнём колоться. Да? Пить. Да? Это лучше ещё? Что мы должны предлагать ребёнку? А не просто говорить о том, что нам делать, чтобы он не занимался этими компьютерными играми и прочими вещами. Я просто сказал, хотя бы литературу. Но надо интереснейшую литературу. Такую, чтобы увлекала. Но самим же надо познакомиться с ней. И не просто сунуть книгу, он и отбросит. А начать рассказывать. Да так рассказывать, что вон Боб прилип. Да а что дальше? А дальше не скажу. Почитай сам, что дальше. Я же помню, как мальчишка. И, Господи, требушки тёра какие-нибудь. Читаешь, бегаешь по улице и вдруг вспомнишь, что ещё там вот это. Ой, радость какая! Приду, сейчас буду читать дальше. Что там Д'Артаньян ещё там сделал? С Атосом, Партосом, Атосом и Арависом. Правда же? Вот. Нужно, нужно выход энергии направить. Но в русло уже другое. С вашей точки зрения лучшее. Искать. Трудиться надо. Вот что оказывает. Но это очень сложно, вы знаете. Как вот мне недавно спросили, вот с дочкой что-то происходит. С небольшой, 12 лет. Да, у неё кто-то внутри живёт. Ну, вот так, знаете, как говорят, бесноватый. Что делать? Вот ищут, кому бы надо. Кому бы надо. Кому обратиться, кто сделает. Вы не подскажете? Я говорю, подскажу. Почему же? Подскажу. Кому? К себе. К себе. Мы всё ищем, кто бы сделал. А я, каким был, таким остался. А я, мамаша, ничего с собой не хочу делать. Нет. Кто бы сделал? Вы слышите, не понимаем, не понимаем того, что связь там матери, ребёнка, вот она прям живая. Нужно тебе, мамаша, взяться за себя. Я говорю, иди, продумай свою жизнь. Продумайте свою жизнь. От того момента, как помните. Как следует. Запишите все бессовестные поступки, которые вы сделали. Когда кого оболгали, кого обманули, когда украли, когда ещё что-то такое. Запишите себе. Найдите священника, перед которым вы можете откровенно сказать об этом. Никому попало. Найдите тому, кому есть у вас, ну, какое-то уважение и доверие. Так. Покайтесь перед Богом. Он только свидетель. Снимите с себя этот жуткий груз десятилетий. Покайтесь. Вы тогда увидите. Увидите, что с вами произойдёт. И увидите, что и с вашим ребёнком начнёт происходить. А мы не хотим. Не хотим. Я не хочу себя тронуть ни на одну йоту. Я хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал, отчитал, и всё в порядке. И мой ребёночек будет здоров. И пойдёт там. И колодца. Да. Да. И рок музыку долбанёт, так что только держись. И потом придёт полусумасшедший после тяжёлого металла. Да. И ничего ему, всё, море по колено. Что мы хотим? Забыли о том, что мать и ребёнок, родители и ребёнок – единое ещё целое. И наше взаимовлияние очень сильное. И если вы хотите что-то сделать, надо не искать, кто бы что-то сделал, какого-то шамана или колдуна. Неважно, в каком образе он бы ни был. А то кто бы отчитывает, какой ужас. Я говорю, вместо одного беса в ней будет пять после отчитки. Вот что вы сделаете. Как ответить своему сыну на вопрос, для чего должен жить человек? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо решить основной же вопрос. Есть Бог или нет Его? Есть, в конце концов, бессмертие для человека, для моей личности, или нет её? Его бессмертие. Слышите? Пока мы не ответили на этот вопрос, о чём ещё говорить? Если нет ни Бога, ни бессмертия личности, если я живу один раз, то помните, кто смотрел «Братья Карамазовы»? Беседу Ивана Карамазова с приживальщиком, то есть с бесом, с дьяволом, с чёртом. Помните? А если Бога нет, всё позволено. А что всё? А что всё? Два желудка, что ли? Что всё? Многие стали на путь, всё позволено. Вон тюрьмы переполнены. Другие на крови своих жертв пируют в ресторане. Какой ужас! Что позволено? Поэтому, когда мы говорим о смысле жизни, то мы должны решить для себя первостепенный важность и вопрос. Есть Бог или нет Его? Есть бессмертие моего личного или нет Его? Я вам скажу, кстати, все те, которые принимают это убеждение, нет ни Бога, ни души, ни бессмертия, в какое ужасное положение ставит себя? Какой же смысл жизни, когда в любой момент она у меня может окончиться? Неужели мы не понимаем простой, простой вещью? Человек, ты разумный или нет? Неужели ты не понимаешь, что каждый рождённый приговорён к смерти? И он даже не знает, когда приговор этот будет приведён в исполнение. Кто знает? Ну-ка! Кто знает, когда приговор будет приведён в исполнение? И это называется что? Нет Бога, нет души, нет бессмертия, бери от жизни всё, а Его похоронили, только собрался брать от жизни. Какой ужас! Какая бессмыслица! Какой пессимизм! Отчаяние! Напротив, если есть Бог, есть бессмертие для меня, а не для кого-нибудь, не в памяти потомков, а я сам, тогда я оказываюсь действительно перед лицом, перед лицом такой жизни, который заставит меня действительно жить, как следует. Только с верой в своё бессмертие, говорит Достоевский, человек может осознать всю свою разумную цель жизни на земле. только с верой в своё бессмертие. Тогда всё мне понятно, почему я живу, для чего я живу, и я знаю, что я должен войти в эту жизнь, жизнь достойно, не через забор перелезть, а вратами войти. Но для этого что требуется тогда? Туда входит только с чистой совестью. Вот задача, и главное это оказывается. Чистая совесть требуется. Если хотите, вот смысл жизни, какой для человека. Войти максимально с чистой совестью. При этом христианство даёт возможность, которая, я бы сказал, не даёт ни одна другая религия. Какую? Ну не могу я жить, чтобы совсем ничего не сделать худого. Только поговорил, уже осудил человека. Тут на тебе соврал ему, ну искушение какое. Христианство, говорит, для человека, ищущего чистой совести, есть путь очищения, покаяния. Искреннее покаяние. Причём христианство в этом отношении заявило беспрецедентную вещь. Я бы сказал, которое должно вызвать и вызывает возмущение во всех религиях. А знаете что? Это покаяние оказывается, может освободить человека от тихчайших преступлений. Первый в рай вошёл разбойник, негодяй, преступник. Вот что даёт христианство. Вот в чём смысл жизни. Достойно или нет пойти с чистой совестью? Или нет? Это вам только. Вам. Хорошо. Ты не веришь в Бога, значит, ты можешь что? Бессовестным быть, да? Ты об этом раз и говоришь? Это только для христиан чистая совесть, да? Ой, голубчик, ты откуда свалился? Что с тобой? С ума сошёл? Вот в чём смысл жизни. Чистота совести. Вот оно, где красота человеческой личности. Я ничего не потеряю при этом здесь. Если я постараюсь жить с чистой совестью, я ничего не потеряю, даже если Бога бы не было. А если Он есть, я всё приобретаю. И здесь, и там. Вы думаете, это моя мысль? Нет. Это мысль замечательного человека, имя которого знают все школьники. Это мысль Паскаля. Так и называется Пари Паскаля. Вот так. Я с ужаса вожу своих детей в школу. Постоянно вижу там, что дети курят. Отношения между мальчиками и девочками из ряда вон выходящие. Слышно сквернословие. Что мне, матери, делать? Могут ли учителя навести порядок и каким образом? Ну да, это я слышу старую песню. Я кормлю, пою, а вы учителя воспитываете. А учителям говорит, если поставишь двойку, сам вылетишь из школы. Учителя говорит, не смей делать замечания. Не вздумай, сказать, чтобы с доски стёрли. Это эксплуатация чужого детского труда. Неужели не понимаете, нас во что поставили, в какие условия-то? Слышите? Ох, какие умные дяди там сидят. Умные дяди. Родители кричат, мы только растим, вы воспитываете. Ты говоришь, ну давайте, хорошо, не сметь по рукам сразу. Вы что? Ведёт себя ужасно. Что? Не смейте ему делать никаких. На другой год не оставлять, из школы не исключать. Правда, замечательно. Все должны получить образование, а он не учится. Мне один говорит, а я специально напился и пришёл на экзамен. А как хотите. И всё. Ну я говорю, и как? Всё поставили. Ещё куда не денутся. Да? Это что такое? Действительно, куда они денутся? Вы слышите, до какого морализма довели школу? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Мне кажется, что родительские комитеты должны образовываться и быть не пассивными, а активными. Вот я вам зачитал, вот это о лидерстве, что некоторые родители в Риге, в Латвии, отказываются пускать своих детей до тех пор, пока есть вот этот негодяй-негодяй-негодяй-мальчишка там, или, не знаю, девчонка, кто там, не важно. Пока он, знаете, как паршивая одна овца, может испортить всё стадо. Убирайте. Родительские комитеты должны обладать вот такой силой и настойчивостью. Я не знаю, правда, ситуации всей. Вот что. В конце концерта ультиматум предъявлять. А то нет. Одни пускают, другие не пускают. Договориться между собой не могут. Как овцы какие-то разбросанные. Где же солидарность? Где же солидарность? Мой ребёнок сейчас ничего, а мне плевать на всех вас. Жуть какая! Никакой солидарности нет. Если бы были наши родительские комитеты дружны, всё, вот целый класс, вот родители, родители. Потребуйте всё. И никуда не денется никто. А когда рассыпаны, то говорят так, как римляне, разделяй и властвуй. Мы всех вас так по очереди и будем развращать. Потому что все вы, каждый за своего только. А на других детях нет никакого беспокойства. Вспомните нашу русскую общину. Там община воспитывала детей. Детей было по десятку. Попробовал бы какой ребёнок где-нибудь повести себя не так. Самое страшное было что? Когда чужой дядя или чужой тётя скажет, я скажу родителям. Ради Бога только отцу матери не говорите. А теперь что? Попробуйте высказать матери. Она вам прилетит, скажет, вы как посмели моего ребёнку такое? Вместо того, чтобы поблагодарить, сказать спасибо. Как вы смеете? Мой ребёнок лучший. Вы слышите? Как мы великолепно знаем законы духовной жизни. Я лучший, моя лучшая. Вот таких-то, таких-то и развращают всё, и убивают, и всё на свете. На свою голову горячие уголья собирают такие родители. Вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok